итак всем привет день 2 у нас подъехал третий участник учимся правильно делать хоккейстоп с уколом палкой и вот ребята денек как всегда выдался отличный погода отличное настроение у всех боевое давай давай не закидывай не закидывай вот и стартовал второй день вместе с моей группой к нам присоединился юрий он немножечко опоздал на один день потому что у него задержали самолет и после того как мы позанимались два часа на трассе я повел ребят и свои любимые бугры под фристайлом потому что у нас все-таки фрирайдный курс немножечко вывели всех из задней стойки на трассе немножечко пытаемся включить стопу чтобы стопа работала во всех проекциях пытаемся обрабатывать бугорки пытаемся пытаемся научиться прыгать прыгать в плане того чтобы каждый бугорок с каждого бугорка вы могли улететь как можно дальше но с контролем и чтобы вас на этих буграх на любом рельефе не подкидывала а вы чувствовали какой рельеф возвышается он сейчас или идет вниз это все мы делаем именно стопой также мы тренируем небольшие дропы небольшие прыжки потому что катание в нет раз без прыжков это не катание это что-то ближе к трассовому катанию фрирайд всегда насыщен различным рельефом фрирайд всегда насыщен различными прыжками всегда от вас требует как можно больше навыков которые вы получаете именно в школе конечно у ребят есть определенные ошибки конечно ребята не супер профессионалы но для этого не пришли на фрирайд школу обычно всегда на фрирайд школе мы пытаемся как можно больше получить именно наката ну и любая школа у нас начинается сначала с трассы каждое утро мы выводим из задней стойки пытаемся человеку дать именно правильное положение тела пытаемся чтобы человек научился делать правильно вертикальную работу но каждый день мы все равно идем и катаемся в ней трасс шерегеш это конечно идеальное место для того чтобы научиться в ней трассовому катанию идеальное место чтобы получить все навыки которые вам потребуются в больших горах потому что он пологий потому что там много маленького микро рельеф много бугров обычно во второй третий день люди еще не чувствуют усталости и поэтому они еще все веселые но как я говорил четвертый день всегда у всех уже глаза в кучу и все уставшие сегодня отличный йог солнышко светит и мы отлично путевотаемся лично учимся обрабатывать рельеф и вообще знать что нас ждет какие нам нужны приемы именно для катания в ней трасс это руление давление ангуляции различные увеличение ангуляции увеличение угла закантовки увеличение руления в общем много разных навыков нам нужно пройти за эти шесть дней это я напомню всего лишь второй день сейчас я вам показываю кадры это уже крайний спуск мы уже отучились ребята уже устали но все равно пытаются из последних сил делать то что я им говорил единственное что когда ко мне приходят на различные занятия как трасса так и внетрассовое катание люди очень удивляются что это физически затратный спорт люди очень удивляются что это очень физически затратный спорт что нужно делать вертикальную работу как можно сильнее что надо себя вытаскивать из поворота что нас прижимает в повороте это все мы даем на этой школе ну вот и проходит наш второй день нам присоединился юра юра довольно неплохо катается единственное что немножко не хватает сил да да все туда данный момент школа уже закончилась и у ребят действительно был прогресс кто-то вышел из задней стойки кто-то понял как работает стопа кто-то научился наконец применять правильно разгрузку и вертикальную работу любая школа не проходит бесследно потому что набор навыков каждый раз увеличивается потому что прибавляется накат появляется понимание о том как нужно двигаться в той или иной ситуации на бугре либо когда прыгаешь с дропа либо когда едешь по узкой тропинке в лесу так называемым баб слей я не выкладываю основное я не выкладываю основные упражнения которые я даю я выкладываю только те видео когда мы именно тренируемся уже после того как разобрали каждое движение то есть когда мы тренируемся на буграх когда мы тренируемся может быть на тропа данный момент школа уже закончилась я ее все отснял и постепенно буду выкладывать сейчас вы видите как мы с ребятами движемся по довольно интересном рельефу это шерегешские бугры шерегешский бобслей данный момент мы едем уже домой мы каждый день возвращались из коры именно о лынжах по моей любимой тропинке она все еще доступная они пару лет назад снимал видео второй день закончен ребята конечно вымотались но по-другому быть и не может сегодня учили закантовываться опять повторили карлинг дельфинчик также повторяли катание по буграм сложный рельеф и бобслей все до завтра надеюсь также сниму видео и расскажу что да как как проходят школа как проходят наши дни подписывайтесь на канал и оставьте какой-нибудь комментарий мне будет приятно